Ну и, безусловно, интересен опыт соседних стран. Так, указом президента Кыргызстана Сады Рыжапарова, объекты энергокомплекса и теплоснабжения Бишкека полностью переведены на баланс мэрии. Это сделано для того, чтобы городские власти более эффективно занимались вопросом обеспечения столицы электричеством и теплом. И, наконец, снизили высокую аварийность главного бишкекского энергообъекта. Как готовятся в Бишкеке к отопительному сезону, расскажет мой коллега Бахат Чермашев. Он с нами на прямой связи. Бахат, приветствую. Добрый день, Батогос. Ну и как? Вот возумело действие такое решение? Для того, чтобы объяснить вам, в чем принцип действия вот этого нововведения, которое ввел президент Сады Рыжапаров, я хотел бы немного рассказать о двух самых значимых авариях, которые произошли в Кыргызстане за последние несколько лет. Недавняя совсем эта авария с 1 на 2 февраля 2024 года, когда произошел взрыв возле одного из котла агрегатов, как тогда было заявлено, первоначальная причина – это якобы взрыв угольной смеси. А затем, спустя какое-то время, совсем недавно, после того, как была проведена работа тщательная по тому, чтобы расследовать причины этого взрыва, выяснилось, что причиной взрыва стал изгнус оборудование и тот самый человеческий фактор, без которого, собственно, никуда. Но если учитывать, что это происходит довольно часто, то можно сказать, что вот эта вот роковая связка, она очень сильно влияет на работу энергосектора в республике, и в частности ТЭЦ. Другая авария была в 2018 году, тогда тоже город на несколько дней, практически на неделю остался без тепла, причем были очень сильные морозы, до минус 25. Тогда из-за выхода из строя из оборудования пришлось отключить практически весь город от отопления. Причем эта авария произошла после того, как на Бишкекской теплоэлектроцентрали была проведена реконструкция, причем стоимость этой реконструкции была 400 миллионов долларов. И как впоследствии выявили следственные органы, все-таки коррупционная составляющая в этом процессе тоже была, и объявления в растрате средств были предъявлены в том числе бывшему президенту страны Омазбеку Тамбаеву, двум экс-премьер-министрам и многим высокопоставленным чиновникам. К чему эта вся информация? Дело в том, что таким образом я хотел бы подчеркнуть системность тех аварий, которые происходят. Если вы говорите о том, что в Казахстане оборудование сильно изношено, та же самая история повторяется и в Кыргызской республике, потому что та же самая ТЭЦ Бишкекская была сдана в эксплуатацию в 1978 году. То есть буквально еще пару лет, и она может отмечать 50-летний юбилей. Спасибо советским инженерам за то, что оборудование выдерживает такую нагрузку, потому что оно уже по нескольку раз закончило свой производственный, технологический, физический и даже фантастический ресурс. И то, что все-таки она на грани, говорит о том, что вот эти вот аварии происходят. Что сделал нынешний президент? Он перевел финансирование всех этих ТЭЦ с государственного баланса на городской, то есть столичный, бишкекский. Таким образом, теперь будет сокращена цепочка тех посредников, которые получали деньги для того, чтобы ремонтировать и для того, чтобы модернизировать это самое оборудование. Во-вторых, у городских властей будет более точное понимание того, где и как все объекты тепла и электроснабжения в столице Кыргызстана должны работать. Потому что нужно сказать, что до этого момента энергетический блок был представлен сам по себе, как министерством энергетики. Правительство занималось тем, что в общем предоставляло финансы на работу всей энергосистемы. А город получал уже, скажем так, по остаточному принципу то, что ему должно быть доставлено в конечном итоге. Вот сейчас эта система вся переориентирована на то, чтобы мэрия Бишкека единолично этим всем занималась. И нужно сказать, что в помощь мэрии теперь пойдет и новая тарифная политика. Потому что теперь ее будет определять мэрия города. И в первую очередь исходя из того, какое потребление и где необходимо. Таким образом, вот эти вот средства, которые выделятся для того, чтобы реконструировать эти все мощности, они должны будут потрачены более эффективно. Нужно сказать, что совсем недавнего времени, например, повышен тариф на электроэнергию. Теперь он составляет СОМ за 1 киловатт. Грубо говоря, 5 тенге за 1 киловатт. Для вас, может быть, это не так много. Но в Кыргызстане постепенно идет политика к тому, чтобы сократились вот эти вот бюджетные вливания, когда правительство было компенсировать, вынуждено было компенсировать производство электроэнергии и социально низким тарифам. Теперь населению объявлено, что постепенно эти тарифы будут подниматься. И в конечном итоге все это должно привести к тому, чтобы энергообъекты в столице работали так, как они должны работать. Что касается других объектов, которые должны появиться в общей энергосистеме столицы, то по поручению президента сейчас восстанавливается законсервированная еще в советское время ТЭЦ-2, которая будет полностью переведена на газовое снабжение. И возрождены к работе многие котельные, которые находятся по городу. Причем все они будут переведены на газ, в отличие от угля, на котором работали раньше. Подготовка идет. И понятное дело, что Бишкекская теплоэлектроцентраль также сейчас подвержена модернизации. Но здесь нужно сказать, что этот процесс все-таки достаточно сложный, объект устаревший. И поэтому правительством прикладываются все меры для того, чтобы сделать ремонт максимально щадящим. То есть сохранить старые мощности и максимально соединить их с теми новыми мощностями, которые есть в проекте. Так что, как всегда, есть надежда на то, что будущая зима обойдется без эксцессов. Очень хочется надеяться, что так и произойдет. Бахат, получается, вы сейчас деньги копите, но пока модернизацию не начинали. Смотрите, какая ситуация. Это все плановый процесс. То есть первые несколько лет, 2-3 года, как обещал президент, деньги все равно будут выделяться из бюджета по той же схеме, как это происходило раньше. То есть тариф на электроэнергию оставался один, энергетики тратили на производство одного киловатта определенную сумму. Разницу между социально значимым тарифом и затратами, которые понесли энергетики, компенсировало правительство. Теперь эти деньги должны постепенно будут выплачиваться за счет населения, потому что тарифы будут подниматься. Но сразу это не произойдет. И получается, что сейчас просто те деньги, которые выделяются, они идут на текущий плановый ремонт, скажем так. Он такой же, как, собственно, и у вас. И каждый раз приходится каждый котлоагрегат просто подвергать ремонту, проверять его на работоспособность и надеяться, что зимой не будет эксцессов. Понятно. Спасибо большое. Тоже будем надеяться, что у нас зима тоже пройдет без эксцессов. Напомню, у нас на прямой связи со студией был мой коллега Баклыч Ермашев. Баклыч Ермашев